Добрый вечер, дорогие товарищи! Здравствуйте, дорогие ленинградцы, уважаемые петербуржцы! Эти январские дни самые важные, самые трепетные для всех жителей нашего города. 27 января является днем ленинградской победы, днем воинской славы России, днем полного освобождения города Ленинграда советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков. Блокада Ленинграда – самая трагическая страница в истории нашего города. За эти 900 дней мы потеряли более двух миллионов людей. Нет ни одной семьи в нашей городе, которой не коснулось бы холодное дыхание тех дней. Вечная память тем, кто погиб в осажденном городе, И вечная слава всем ныне живущим свидетелям и участникам тех событий. С праздником, дорогие друзья! Сегодня в этом зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, внуки и правнуки жителей великого непобедимого города, города-героя Ленинграда. Дорогие товарищи, вас приветствует председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов. Дорогие товарищи, мои друзья! Дорогие товарищи, мы сегодня отмечаем не просто выдающуюся победу, мы вместе с вами отмечаем великий подвиг ленинско-сталинской модернизации, которая спасла российскую государственность. Удивительным образом сошлись две даты. 27 января, последний путь, ровно сто лет тому назад, проводили Владимира Ильича Ленина. Вся страна и вся трудовая планета прекрасно понимала, что из земной жизни ушел человек, который спас российскую государственность, а ее спалили Первой мировой войне. Тогда под руководством Ленина была создана Красная Армия, с нуля которой расколотило 14 государств буржуазной антанты, поделивши уже Россию на куски и приватизировавши ее фактически полностью. Прошло всего 20 лет, когда героическая Красная Армия одержала победу и здесь, освободив город трех революций из того плена, который хотели Гитлер захватив и уморить голодом почетных, достойных, храбрых и мужественных граждан великой страны, которых считали, что если они лишат тепла, еды и света, можно победить. Но когда в августе 42-го года прозвучала 7-я симфония Шестаковича, она прозвучала не только здесь, но и на весь мир, мир понял, что не только Ленинград, но и советская страна устоит после этого жуткого нашествия. Но я всегда рассматриваю наши победы в тесной связи с той великой победной тысячелетней историей, которая позволила нам выжить на этих просторах. Вчера, проводя великолепный вечер и отмечая славные даты и события, посвященные этой дате, я позвонил своему губернатору Клычкову на Орловщине, а мы в прошлом году отметили 80-летие Орловско-Курской битвы. Я хочу здесь, на этой сцене, в этот чудный вечер напомнить вам, что победа, которую мы одержали в эти дни, и освобождая Ленинград, она ковалась в 43-м. В 43-м проявилось все величие тех преобразований, которые советская власть совершила на наших землях. Мы тогда одержали пять выдающихся побед. Начинали с Невского пятачка, когда по берегу Ладоги проложили всего коридор в 8 километров, и за несколько дней сформировали, построили железную дорогу. Она спасла жизнь многим ленинградцам. Зачем почти 200 дней рубились под Сталинградом, где расколотили отборные полчища, когда туда приехали представители со всех стран, они увидели полностью, казалось бы, разбитый город, но они одновременно почувствовали, что мы там взяли в плен почти 100 тысяч огромную гитлеровскую армию и 26 генералов в уговоре фельдмаршалом Паулюс. У меня на родине в течение 50 суток мы перемололи самые отборные войска на Орловско-Курской дуге на одной только Прохоровке 314 лучших танков тогда Европы, которые бросил Гитлер, перемололи за 48 часов. Фактически две железные машины советские и гитлеровские сошлись в рукопашную, и наша воля, наша сила, наша мощь моторов, наша политическая воля оказалась гораздо сильнее всего, что тогда собрал Гитлер, сколотив очередную антанту. Затем за 40 дней освободили Донбасс, и была очень мощная битва за Днепр. Две с половиной тысячи солдат, которые доплыли до правого берега, всем им было присвоено звание Героя Советского Союза больше, чем за все предыдущие бои. Гитлер лично прилетал в Запорожье, полагая, что он сумеет остановить Красную Армию. Он тоже заявил, я уже войну не выиграл, но я еще не проиграл. Дальше они не пройдут. Мы не только прошли, мы сломали и водрузили Красное Знамя Ленина, Знамя Победы над Рейстагом. Те пять побед и заложили те основы, что 44 января мы все праздновали, освободив родной Ленинград от того удушающего кольца, которое было призвано нанести сокрушительные поражения. Но я хочу, чтобы новое поколение прекрасно знало и понимало историю. Меня недавно два часа на Первом канале пытались допрашивать, унижая великую эпоху и героический подвиг Ленина, который основал Советское государство. Мы сегодня, отмечая славный праздник Победы, должны поклониться, ибо исполнилось ровно сто лет, когда из земной жизни ушел Владимир Ильич. Но он прожил неполные 54 года. Его 55 томов есть во всех крупных библиотеках мира. Он переведен на все мировые языки и 120 языков народов советской страны. Более гениального политика, ученого, провидца человечество не знало. Если Петр, который закладывал этот город, вздыбил Россию, то Ленин сумел предложить построение царства не небесного, а справедливости труда на земле, где будет править труд. Человек, который продолжил идеи марсизма и ленизма и реализовал их в практическом создании нового советского строя. Когда тут некоторые малограмотные люди стали упрекать Ленина и Сталина, не так шли, не так руководили, не то делали, я им сказал, назовите еще хотя бы один пример в истории, когда человек от идеи, которую он сформулировал, партии, которую он создал, программы, которую он за пять лет четырежды модернизировал, предложив от военного коммунизма по развертски, про налога до НЭПа и ГОЛРО, чтобы он сумел отстоять это в жуткой схватке с мировым капитализмом. Ерберт Уэллс по приглашению Горького приезжал здесь был, а потом попросился на прием к Ленину. Ленин согласился, это был великий фантаст, человек, который разделял во многом социалистической идее. Он пришел к Ленину и думал, что он сейчас будет его агитировать. Он сказал, нет, я вам расскажу, как будем строить социалист в стране. Он говорит, подождите, где вы будете строить? Социалистической России было 7% территории, Москва, Петроград, железная дорога, а все остальное Колчак увешал рабочими, крестьянами весь Трансиб. Корнило копался под сенью германских штыков на Кубани, Единис стоял здесь недалеко, а Муравьев с Савенком подняли, мы те же Вярославли. Он говорит, Владимир Ильич, кто из нас фантаст? Вы или я? Он говорит, батенька, приезжайте к нам лет через 10-15, вы все увидите своими глазами. Герберт приехал через 14 лет и ахнул. Первая пятилетка выполнена, страна движется, развивается, превращается в великую индустриальную державу, и темпы ее тогда потрясли весь мир. 14% за 30 лет человечество никогда не видело таких темп. Поэтому город Ленина, город, основанный Петром, город трех революций, город, победный, выдерживающий самое жуткое нашествие и осаду, может гордиться своей великой историей. Но я бы хотел обратиться и к нынешним властям. Невозможно победить новую третью Антанту. Вот Бортко Владимир Владимирович сидит, он великолепно ведет передачи, он напомнил всей стране, что такое русский мир и русский дух, что такое русская государственность, но самой великой, самой умной, самой образованной, самой космической, самой победной, она была в форме Союза Советских Социалистических Республик. Как только эти идеи были преданы, так все и посыпалось. Мы производили 20% мировой промышленной продукции. Каждое третье изобретение было советским. Каждый третий пассажир в мире летал на советских самолетах и лохотушках. Мы были самыми уважаемыми на этой земле, и к нам тянулось все человечество. Когда некоторые серые, бессовестные люди начинают упрекать великую советскую эпоху, я говорю, откройте всех самых гениальных. Я перечитал всех. Ни одного, ни одного небрежного слова о великом Ленине и его преобразованиях. Ни одного политика не повернулся язык, чтобы сказать, что-то они делали не так. Я перечитал Штейна. Уж какой ум! Все изучают! Сказал, такие люди, как Ленин, обновляют, сохраняют совесть человечества. Махатма Ганди, основатель индийской современной нации, Индия вошла в тройку ведущей державы мира, сказал, мы берем с нее пример. Его подвиг величайший, и следует идти этим путем. Сунья Цен, который закладывал основы китайской компартии, а сегодня Китай стал ведущей державой мира, повторил во многом подвиг советской страны, если мы развивались темпами 14%, они развивались в среднем за 30 лет 10%. Сунья Цен сказал, если до Ленина кто-то что-то говорил, учил, то Ленин и делал. Он построил новую страну, он указал нам путь. Бернард Шоу, великий драматург, уходя из жизни, сказал, если дело за Лениным, я уходю в дно и мир с улыбкой. Если нет, боюсь, человечество не выживет. И кого не откроешь сегодня, не посмотришь, все понимают, что подвиг Ленина бессмертен. Его идеи им принадлежат в будущее. И Ленин это не о прошлом, Ленин это о будущем. Когда Путин говорит о суверенитете, не может быть никакого суверенитета. Без великой науки не может быть. Мы только что ходили, поклонились. Жорис Ивановичу Алферову, он в этом доме на набережной прожил 18 лет. Он 20 лет работал у нас во фракции. Придя к нам, заявил, что невозможно двигаться вперед, если не вкладываешь науку, образование, воспитание детей. И вместе здесь мы создали самые удивительные учебные заведения на земле, где талантливые дети, великая школа, вуз, академия и опытные, самые современные производства, объединенные целые. Я привозил сюда и министров, и деятелей. К сожалению, похлопали глазами, поудивлялись, а следовать пока, к сожалению, не стали. Я считаю, что ленинградцы продолжают лучшие советские традиции. Эммануил Валенстайн, один из самых крупных американских социологов, тоже прощаясь с этим светом, сказал, что в ближайшие 30 лет это будет дело Ленина, дело его великого подвига. Сама планета сегодня возмущается с тем строем капиталистическим, который сегодня сошел с ума. Два года назад Путин, выступая на Валдайском форуме, сказал, капиталист зашел в тупик. Макрон повторил, да он не сошел в тупик, он действительно сошел с ума. Как он сходит с ума, вы сегодня видите в современной Америке, где президент здоровается с пустыми углами, где уже две партии сошли из схватки, которые пахнут горячей войной, это в стране, которая может, нажав на кнопки, уничтожить практически весь мир. Да, капиталист полностью изжил и не может никакого сориенитета без того опыта, который мы приобрели под руководством Ленина и Сталина, без того удивительного прорыва нашего победного в мае 45-го и космического подвига, без такого ракетно-ядерного паритета, который заложили Брежнев и Косыгин, без того удивительного примера созидания страны, где правит капитал, справедливость и дружба. Наша партия продолжает эти славные традиции, она укрепляет их, все они наши народные предприятия, стали лучшими в стране. Наш спортивный клуб победил не только в футболе, но и в шахматы. Лучшие бьем, быстрее бегаем и скорее соображаем. Сегодня здесь, на этой сцене, в этом зале чудном я месяц, своими друзьями, которые предложили программу мирного демократичного выхода из тяжелейшего системного кризиса. Как ученый и фолософ, хочу вам всем напомнить, я писал закрытую записку президенту и руководству 12 кризисов капитализма за 200 лет его существования. Их было 12, но два системных закончились двумя мировыми войнами. Из первого вытащил Ленин и Великий Октябрь. Ленин свою первую работу о развитии капитализма России начал писать 25 лет, проштудировал 500 источников и пришел к выводу, что капитализм в России отсталый, и он неизбежно будет тянет в мировую войну, и там спалят империю. Спалили, но он ее восстановил. За счет своего ума, таланта, политической воли и собирания лучших сил, которые пришли защищать единую неделимую, но красную советскую. Сегодня против нас обрушилась новая антанта. 50 стран. Мы уже перемололи весь военный арсенал Европы. Уже из Южной Америки снаряды, из Южной Кореи возят снаряды. Но мы можем победить при одном условии. Если будем следовать курсам Ленина, курсам Великой Победы, курсам модернизации, идя по пути американизированного капитализма в хвосте, мы не в состоянии победить их потенциал 15 раз выше. Мы можем победить при условии, если возьмем наследство, то, что оставил нам Ленин, то, что совершили мы в Ленинграде и под Сталинградом. Вчера и позавчера на этом вечере губернии, талантливый парень, я его близко знаю, сказал, что вот Ленинград был первым городом, городом-героем. Я продолжу ее слова. Указ товарища Сталина 1 мая 1945 года гласил, что первыми городами, которым при своем звании героев является Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Я когда отцу спросил фронтовику, отец у меня с первого дня пошел на войну, у меня все в роду воевали, на Орловщине 800 с лишних братских могил, ничего уцелевшего нет, живого, все возродили. Я спросил, он 30 лет учителем школы был, у нас мой род 350 лет, учитель на земле. Я сказал, почему? Он сказал, запомни, сын. Гитлер считал, что если по югу быстро возьмут Одессу и Севастополь и на два месяца раньше придут и перекроют Волгу на 80% моторы, заправлялись из бакинской нефти, и если быстро возьмут Ленинград, то поражение будет неизбежно. Фашисты продвигались первые дни войны вот этими тропами 35 километров в сутки, если бы границу не отдвинули от Эстонии и от Белоруссии и Украины на 250 километров. Нас не уберегли бы ни полские высоты, ни дорога жизни, и мужество ленинградцев прежде всего проявилось в их героизме. 450 тысяч город послал на фронт и сражался, как настоящий боец. И отец сказал, я не случайно дрался 200 дней за Одессу из-за Севастополя. Он там ногу потерял. И старший брат, его похоронил, один похоронил в Белоруссии, второй на Украине. Мы тогда победили, потому что были еще и гораздо дальновиднее. Мы дальновиднее были и в 17-м, когда приложили новый путь, и в 41-м, когда пришли на войну, имея лучший станочный парк и лучшие кадры. Я читал донесения всех фашистских генералов, и они сказали, мы знали, сколько у них самолетов, танков, пушек, солдат. Но мы даже не поздравили, что советская власть за 10 лет подготовит такого храброго, умного, сильного, мужественно, талантливого командира и солдата. Победил советский учитель, советский врач, победил советский инженер, поздравил советский дух и русская великая победная культура. Я считаю, город Ленина, город-победитель, наша страна достойна, чтобы держать верх и над новой антантой, которая подняла руку на великую русскую культуру, на русский народ, как стержень государства, образующего нашего тысячелетнего, нашей тысячелетней державы. Вот Ленинград сегодня должен показать пример, пример освободительной новой борьбы. И я уверен, что опираясь на наши великие традиции, на мощь, на нашу партию и патриотические силы, которые идут на выборы вместе с Харитоновым Николаем Михайловичем, мы снова обязательно победим. С праздником, удачи, добра и новых побед всех нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А город был вдремучий, убран и нищий. Уездные сугробы, тишина. Не отыскать в снегах трамвайных линий. Одних полозьев жалоба слышна. Скрипят, скрипят по Невскому полозья. На детских санках узеньких, смешных. В кастрюльках воду голубую возят. Дрова и скорбь умерших и больных. Скрипят полозья в городе, скрипят. Как многих нам уже не досчитаться. Но мы не плачем. Правду говорят, что слезы вымерзли у ленинградцев. Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало. Нам ненависть заплакать не дает. Нам ненависть залогом жизни стала. Объединяет, греет и ведет. Но тот, кто не жил с нами, не поверит, Что в сотни раз почетнее и трудней В блокаде, в окружении палачей Не превратится в оборотня, в зверя. Ленинград, мой спутник, мой испытанный друг, Нам декабрьские дни сентября тяжелей. Но во вновь не разнимем слабеющих рук. Мы это, и это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень Тишины и покоя, и шлеба душистого полный. О, какая отрасль! В 70-х годах в Театре Ленинского комсомола Ставили пьесу о подлинных событиях, происходивших во второй студии на Ленинградском радио в дни блокады. И один из персонажей была Ольга Бергольц, которая приходила в студию и читала свои стихи. И я старалась понять, как это играть Бергольц, что это за женщина. О, какая отрада! Какая великая гордость! Знать, что в будущем каждому скажешь в ответ. Я жила в Ленинграде в декабре 41-го года. Вместе с ним принимала известие первых побед. При той жесткости, с какой она читает стихи, и про всей такой ленинградской строгости, облика, вот такая мягкость, она внесет своеобразную ноту какую-то, вот задушевности, тепла, что-то такое. Благодарю за то, что она была немножко в моей жизни, но более всего за то, что она была в истории этого многострадального города. И сделала много для того, чтобы эти невыносимые страдания были для тех, кто слушал ее по ленинградскому радио, хоть немножко легче. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам. Сестра моя, товарищ, друг и брат, ведь это мы крещенные блокады. Нас вместе называют Ленинград. И шар земной гордится Ленинградом. Я никогда героем не была, не жаждала ни слав, ни награды. Дыша одним дыханием с Ленинградом, я не геройствовала, а жила. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Особую роль Ленинградское радио приобрело в годы блокады. Именно Ленинградское радио 9 августа 1942 года транслировало премьеру Седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича из Большого зала филармонии. Радио вселяло в ленинградцев надежду, помогало им жить, показывало всему миру, что город сжив, что город не сломлен, что враг никогда не пройдет триумфальным маршем по Невскому проспекту. Оно было рупором жителей города, оно входило в дома с известием с фронтов, с бессмертными стихами Ольги Бергоиц. Ей выпало великое счастье стать поэтической музой, поэтическим знамением блокадного Ленинграда. Город-герой Ленинград и Ольга Бергоиц нерасделимы. Всю ночь не разнимали руки, Всю ночь не спали мы с тобой, Я после долгой злой разлуки Опять пришла к тебе домой. Мы говорили долго, жадно, Мы не стыдились слез от радых, Мы так крепились дни ненастья, Теперь душа светла, мудра, И зрелое людское счастье, Как солнце встретит нас с утра. Теперь навек ты веришь, веришь, Любовь одна и жизнь одна. И вдруг стучит соседка в дверь, Вошла и говорит, Война! Война уже с рассвета длится, Войне уже девятый час, Уж враг за новую границей, Уж сотни первых вдов у нас, Войне идет девятый час, И сразу канун день вчерашний. Ты говоришь, ну как, не страшно? Нет, ты идешь в военкомат, Еще ты муж, но больше брат, Ты соотечественник мне, И в этом все. Мы на войне. Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда шарат, Жди, когда других не ждут, Позовыть черла. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Писем не придет, Жди, когда уж надоест, Тем, кто вместе ждет. Песня. Песня. КОНЕЦ 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 Брожу по городу и пою безвестный песенки мотив. Вот здесь простились мы с тобою, здесь оглянулись, нестерпев. Здесь оглянулись, оступились, почуяв венье беды. А город полн цветочной пыли и нежных листьев и воды я все отдам. Пускай смеются, пускай расплата нелегка за то, чтоб снова оглянуться на уходящего дружка. Я уходил тогда в поход в далекие края. Платком взмахнула у ворот моя любимая. Платком взмахнула у ворот моя любимая. Второй стрелковый храбрый взвод теперь семья моя. Привет, поклон тебе ушлет, моя любимая. Чтоб все мечты мои сблились в походах и боях. Издали ко мне улыбнись, моя любимая. В кармане маленьком моем есть карточка твоя. Так значит, мы всегда вдвоем, моя любимая. Так значит, мы всегда вдвоем, моя любимая. Так значит, мы всегда вдвоем. Моя любимая. Здравствуй, дальняя моя родная. Дорогая мне, как жизнь сама. Кланяюсь тебе и обнимаю в первой строчке этого письма. Знаю, ты давно не получала долгожданного письма. Жена, жена, жена знаю, ты томилась и скучала, горькою тревогою полна. Но не надо, нет, не надо плакать. Знаю, что если долго не пишу, это значит, я иду назад. Это значит, я к тебе спешу. С каждой новой пройдена верстой. С каждым новым взятым городком ближе мне свидание с тобою. Ближе мир и ты, и милый дом. И одной мечтой горят солдаты поскорей захватчиков изгнать. Дорогая, мы идем на запад, ты прости, нам некогда писать. Если долго вам письма не будет, не отчаивайся, не скучай. Родным, друзьям, знакомым людям он идет на запад отвечать. Если очень долго, очень почтальон не явится с письмом, все равно одна бессонной ночью думай обо мне, как о живом. Если дочка спросит, где он, папа, ты, груди прижав ее, скажи, дочка, дочка, он идет на запад за родные наши рубежи. Дорогая, мы с тобой в разлуке больше тысячи ночей и дней, Но друг другу в дни тоски и муки только ближе стали и родней. Стонет сизый голубочек, стонет тонкий день и ночь. Ева, миленький дружочек, отлетел далеко прочь. Он уж больше не воркует, зерен не наклюет. Все тоскует, все горюет и тихонько слезы льет. С нежной ветки над рукой перепаркивает он, И подружку дорогую ждет к себе со всех сторон. Он ко травке прилегает, носик перья завернул. Уж не стонет, не вздыхает голубок на весну. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Я из госпиталя ехал Что належал на левой стороне Показал, показал ей первый ордер Что належал на левой стороне А жена меня спросила А что за подвиг совершил, да совершил Чем в бою, чем в бою ты отличилась А как награду, как награду получил Чем в бою, чем в бою ты отличилась А как награду, как награду получил Я жену покрепче обонял И ответил не спеша, да не спеша У меня, у меня в груди Анюта А ведь народ, а ведь на русская душа А у меня, у меня в груди Анюта А ведь народ, а ведь на русская душа А награду получил я Потому что я солдат, да я солдат И в бою, и в бою не знал пощады А не сворачивал назад И в бою, и в бою не знал пощады А не сворачивал назад А когда опять приеду А чей дело на войне, да на войне Поглядишь, поглядишь на новый орден А что на правой стороне Поглядишь, поглядишь на новый орден Что на правой стороне Был день, как день Ко мне пришла подруга Не плача, рассказала, что вчера Единственного схоронила друга И мы молчали с нею до утра Какие я могла найти слова Я тоже ленинградская вдова Мы съели хлеб, что был отложен на день В один платок закутались вдвоем И тихо, тихо Стала в Ленинграде Один стуча трудился метроном И стыли ноги И горела свечка Вокруг ее слепого огонька Образовалась лунная колечка Похожая на радугу слегка Когда немного просветлело небо Мы вместе вышли За водой и хлебом И услыхали Дальней канонады Рыдающий тяжелый мерный гул То армия рвала кольцо блокады Вела огонь по нашему врагу Вела огонь по нашему врагу Гранитной скалою стоит Ленинград Гранитной скалою стоит Ленинград Гранитной скольки Гранитной скалою Гранитной скалою И голод, hear, и голод его не страшат Его не пугают снаряды Враги наступали осенней порой В довиной железа и стали Но был неприступен наш город-герой Мы грудью его отстояли Гневом, объятая среди снегов, Пятьдесят пятая громит врагов. Но верность отчизни мы в сердце храним С великой сыном ей любовью, И досыта землю свою напоим Проклятую вражеской кровью. В любимый наш город ни ночью, ни днем Не ступит нога чужесенцев, Врага, поливая смертельным огнем, Ведут истребители немцев. Гневом, объятая среди снегов, Пятьдесят пятая громит врагов. Гневом, объятая среди снегов, Пятьдесят пятая громит врагов. Гранитной скалою стоит Ленинград, В кольце ненавистой блокады. Ни голод, ни холод его не страшат, Его не пугают снаряды. Враги наступали осенней порой, Гумавиной, железой стали. Но был неприступен наш город герой, Мы грудью его обстояли. Гневом, объятая среди снегов, Пятьдесят пятая громит врагов. Гневом, объятая среди снегов, Пятьдесят пятая громит врагов. Гневом, объятая среди снегов, Пятьдесят пятая громит врагов. Моя подруга шла с детьми домой, Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек, И подошел к ним человек в шинели. Взглянул и вынул Хлебный свой паёк, Трёхсотграммовый, Весь обледенелый. И разломил, и детям дал чужим, И подождал, пока они поели. И мать, рукою серую, как дым, Дотронулась до рукава шинели. Дотронулась, не просветлев в лице, Не видел мир движения благодарней. Мы знали всё о жизни наших армий, Стоявших с нами в городе, в кольце. Они расстались. Мать пошла направо, Боец вперёд, по снегу и по льду. Он шёл на фронт, на нарвскую заставу, От голода качаясь на ходу. Он шёл на фронт, Мучительно томим стыдом Отца, мужчины и солдата. Огромный город умирал за ним, В седых лучах январского заката. Он шёл на фронт, одолевая бред, Всё время помня... Нет, не помня, Зная, что женщина глядит ему во след, Благодаря его, не укоряя. Он снег глотал, Он чувствовал с досадой, Как слишком тяжелеет автомат. Дошёл до фронта И пополз в засаду На истребление вражеских солдат. Теперь ты понимаешь, Почему нет армии на всей земле любивей, Нет преданий её народу своему, Великодушный и непобедимый. Аплодисменты 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 Эх, ты лазочка-косатка быстрокрылая, Ты родимая, сторонка-ночка милая, Эх, ты лазочка-косатка моя быстрокрылая. Дрались по-геройски, по-русски, Два друга в пехоте морской, Один паренек был Калужский, Другой паренек Костромской. Один паренек был Калужский, Другой паренек Костромской. Они точно, братья, сроднились, Делили и хлеб, и баба, И рядом их ленточки велись В огни непрерывных атак. В штыки ударяли два друга, И смерть отступала сама. А ну-ка, дай жизни Калуга, Ходи веселей Кострома! Ходи веселей Кострома! Ну вот, под осколком снаряда, Упал паренек Костромской. Со мною возиться не надо, Он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, В глазах беспросветная тьма. На смерти задумал ты рано, Ходи веселей Кострома! И бережно поднял он друга, Но сам застанал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, Товарищ чуть слышно сказал! Теряя сознание от боли, Себя подбодряли дружки, И тихо по снежному полю Своим поползли по речке. Умолтва свинцовая вьюга, Пропала смертельная тьма. Калуга, дай жизни Калуга, Ходи веселей Кострома! Калуга, дай жизни Кострома! Окна, дай жизни Калуга, Ходи веселей Калуга, Ходи веселей Калуга! Осада длится, Тяжкая осада, Не виданная ни в одной войне Медаль за оборону Ленинграда Сегодня Родина вручила мне Не ради славы, почестей, награды Я здесь жила и все могла снести Медаль за оборону Ленинграда Со мной, как память моего пути Ревнивая, безжалостная память И если вдруг согнет меня печаль Я до тебя тогда коснусь руками Медаль моя, солдатская медаль Я вспомню все и выпрямлюсь как надо Чтоб стать еще упрями и смелей Взывай же чаще к памяти моей Медаль за оборону Ленинграда Война еще идет, еще осада И как оружие новое в войне Сегодня Родина вручила мне Медаль за оборону Ленинграда Медаль за оборону Ленинград Солнце скрылось за горою За туманями сречные перекаты По дорогам и степною Шли с войны домой советские солдаты По дорогам и степною Шли с войны домой советские солдаты От жары, от злого сноя Им на стерки на плечах по выгороди Своё знамя боевое От врагов солдаты сердцем защищали Своё знамя боевое От врагов солдаты сердцем заслоняли Они жизни не щадили Защищая общий дом, страну родную Одолели победили В сурагов боятся Родину святую Одолели победили В сурагов боятся Родину святую Солнце скрылось за горою За туманями сречные перекаты По дорогам и степною Шли с войны домой советские солдаты По дорогам и степною Шли с войны советские солдаты Ускорение Омя, дорога Омя, дорога Высокие И снова мир с восторгом слышит Салюта русского раскат О, это полной грудью дышит Освобожденный Ленинград Мы помним осень, сорок первый Прозрачный воздух тех ночей Когда, как плети часто, мерно Свистели бомбы палачей Но мы, смиряя страх и плач Твердили диким взрывом внемля Ты проиграл войну, палач Едва ступил на нашу землю А та зима Ту зиму каждый запечатлел в душе навек Тот голод, тьму, ту злую жажду На берегах застывших рек Кто жертв не предал дорогих Земле голодной ленинградской Безбранных почестей Ногих в одной большой могиле братской Но, позабыв, что значит страх Твердили мы сквозь смерть и муку Ты проиграл войну, палач Едва занес на город руку Какой правдой нынче стало Какой грозой свершилось то Что иступленную мечтой Что бредом гордости казалось Так пусть же мир с восторгом слышит Салюта русского раскат Да, это мстит Ликует, дышит Победоносный Ленинград Редко друзья нам встречаться приходится Но уж когда довелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Вспомним, что было И выпьем, как водится Как на Руси повелось Пусть вместе с нами Семья ленинградская Вспомнит бывые дела Вспомним, как русская сила солдатская Немцев сочинит в домах Вспомним мы тех, кто неделями долгими В мерзлых сидел в линтажах Бился на Ладоге, бился на Волкове Не отступил ни на шаг Вспомним мы тех, кто командовал ротами Кто умирал на снегу Кто в Ленинград пробивался болотами Горло ловая врагом Будут веками навеки прославлены Под пулеметной пургой Наши штыки на высотах Синявина Наши полки подо мной Наши штыки на высотах Синявина Наши полки подо мной Встанем и чокнемся Кружками стоя мы В братстве друзей боевых Выпьем за мужество Павших героями Выпьем за встречу живых Выпьем за мужество Павших героями Выпьем за славу живых Опять война Опять блокада А может нам о них забыть Я слышу иногда Не надо Не надо раны бередить И может показаться правы И убедительны слова Но даже если это правда Такая правда не права Я не напрасно беспокоюсь Чтоб не забылась та война Ведь это память Наша совесть Она как сила Нам нужна Еще идя сквозь ужасы войны Мы испытали все И в полной мере Кому-нибудь Потомки не поверят Кому-то не поверят Нам должны Нам все должны поверить Ленинградцам И если надо Мир обшарив весть Узнать геройство Мужество набраться И доблести И гордости То здесь Так пусть же мир С восторгом слышит Салюта русского раскат О, это полной грудью дышит Освобожденный Ленинград Нам от тебя Теперь не оторваться Одною небывалую борьбой Одной неповторимую судьбой Мы все отмечены Мы ленинградцы Нас по морщинам Узнают надменны У сжатых губ У сдвинутых бровей По острым Не согнувшимся коленам По пальцам Почерневшим от углей Нас по улыбке узнают Нечастый Но дружелюбный Ясный и простой Поверив в жизнь По страшной жажде счастья По доблестной Привычке трудовой Мы не кичимся Будними своими Наш путь тяжел И ноша нелегка Но знаем Что завоевали имя Которое останется В веках Да будет наше сумрачное братство Отрадой мира Лучшую навек Чтоб даже в будущем По ленинградцам Равнялся самый смелый человек Да будет сердце Счастьем Озаряться у каждого Кому проговорят Ты любишь так Как любят Ленинградцы Да будет Мерой чести Ленинград Да будет он Любви Бездонной мерой И силы Человеческой Живой Чтоб в миг Сомнения Как символ Веры Твердили имя Горькое Его Нам от него Теперь не оторваться Куда бы нас Не повела Война Его величием Душа полна И мы везде И всюду Ленинградцы Аплодисменты Мерой Ленинград Стари розоватый Погрянец Покрасит Родную Минут Я счастлив Что я Ленинградец Что в городе Славном Живу Я счастлив Что я Ленинградец Погрянец Что в городе Славном Живу За составами Ленинградскими Вновь бушует Славкиная Веска Погрянец 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 И на какие в мире города Ленинградцы и не спрываем Что в любви в Сочи и город навсегда И Ленинград не променяем И на какие в мире города И на какие в мире города И на какие в мире города 26 января 2024 года Исполнилось ровно 100 лет Со дня присвоения нашему городу Имени великого Ленина Ленинград Это огромное, значимое событие Для всех, кто родился, учился, жил И работал в нашем городе Для всех, кто с теплом и радостью И вспоминает ленинградское время Во время Великой Отечественной войны С нашим городом связаны самые трагические события 900-дневная блокада продолжалась До 1944 года Именно тогда, когда наш город Носил название Ленинград Сколько жизней унесла ленинградская блокада Сколько слез и крови было пролито в те тяжелые дни Память о человеческом подвиге священна Но именно поэтому Молодое поколение Обязано помнить и понимать Какой ценой досталось нам эти подвиги 8 мая 1965 года Ленинграду присвоено звание Город-герой Вручены орден Ленина И медаль Золотая звезда Звание присвоено За массовый героизм И мужество его защитников Проявленные в борьбе за свободу И независимость Родины В Великой Отечественной войне Где б я ни был заброшен войною Среди черных и дымных полей Все мне чудится сад под луною И на взморье гудки кораблей Там под вечер тихо плещет Невская волна Ленинград мой, милый брат мой Родина моя Ленинград мой, милый брат мой Родина моя Все, что ты мне, прощаясь, шептала Стала сердцу навеки родным Только белая ночь Перепетала Над литейным мостом Кружевным Там под вечер Тихо плещет Невская волна Ленинград мой, милый брат мой Родина моя Знаю, знаю, гремит канонада Там, где мы проходили с тобой Под разрывы немецких снарядов Наша молодость вышла на бой Не страшны нам ни смерть, ни блокада Но пройдет, словно песенка Вновь По весенним садам Ленинграда Нерушимая наша Любовь Там под вечер Тихо плещет Невская волна Ленинград мой, милый брат мой Родина моя Ленинград мой, милый брат мой Родина моя Ты знаешь, ты помнишь, подруга Хоть память о том тяжела Жестоко военная вьюга По улицам мертвым мила Мы горечь потерь без остатка И спили до самого дна Ведь мы же с тобой, ленинградки Мы знаем, что значит война Развалены милого дома Где мы тебя ждали всегда И яростный пульс метронома Сквозь кровь, железо и льда Листочки и школьные тетрадки Все умерли, Таня, одна Ведь мы же с тобой, ленинградки Мы знаем, что значит война Ведь мы же с тобой, ленинградки Мы знаем, что значит война Мы знали отчаяние, смелость В блокадных ночах без огня А главное, страшно хотелось Дожить до победного дня Нам с этим вовек не расстаться В нас подвигу память жива Ведь мы же с тобой, ленинградцы Мы знаем, что значит война Салютов рассыпятся искры Свой ход ускоряют года Под небом просторным и чистым Все краше встают города Пусть внуки уснули в кроватках Ведь детям нужна тишина Ведь мы же с тобой, ленинградки Мы знаем, что значит война Ведь мы же с тобой, ленинградки Мы знаем, что значит война Пусть вороны гибель вещали И кони топтали жневье Мужскими считались вещами Кольчуга, седло и копье Во время военной кручины В полях, ковырях на снегу Мужчины, мужчины, мужчины Пути заступали врагу Пусть жены в ночи гласили И пролитой крови не счесть Мужским достоянием были Мужская отвага и честь Пусть лица, лицо под личиной Но свист пистолета свинцов Мужчины, мужчины, мужчины К барьеру вели под лицом А женщина, женщины будет И мать, и сестра, и жена Уложит она и разбудит И даст на дорогу вина Проводит им мужа и сына Обнимет на самом краю Мужчины, мужчины, мужчины Вы слышите песню мою Мужчины, мужчины, мужчины Вы слышите песню мою Я слухом нелепым не верю А мужчины теперь говорят В присутствии сильных не имеют В присутствии женщин сидят А рыцарстве нет и помина По-моему, это вранье Мужчины, мужчины, мужчины Вы помните звание свое Мужчины, мужчины, мужчины Вы помните звание свое Городу-герою Ленинграду Глазит надпись на обелиске На площади восстания В память о подвигах ленинградцев В годы войны На площади победы установлен монумент Защитникам Ленинграда На котором отлиты слова О камни, будьте стойкими, как люди На фасаде Петербургского аэропорта На ряду с надписью Аэропорт Пулково, Санкт-Петербург Есть надпись Город-герой Ленинград С 1927 года и по нынешний день Соседний регион носит имя Ленинградская область Ленинградская симфония Ленинградская поэма Ленинградские стихи Книги, фильмы И песни о великом городе Ночь плывет над него Только мне не до сна Разве можно уснуть Когда ночь так светла Если ты с малых лет В Ленинграде живешь Ты поймешь меня, друг Ты поймешь Если ты с малых лет В Ленинграде живешь Ты поймешь меня, друг Ты поймешь Ты поймешь В Ленинграде живешь Ты поймешь Ты поймешь Ты поймешь Если ты с малых лет В Ленинграде живешь Ты поймешь В Ленинграде живешь В Ленинграде живешь В Ленинграде живешь Ты поймешь В Ленинграде живешь В Ленинграде живешь В Ленинграде живешь В Ленинграде живешь Когда мы были молоды Бродили мы по городу Встречали мы с подружками рассвет Свидания назначали мы И все тогда считали мы Что лучше в мостах Место встречи нет В день и неповторимые Один встречал любимый Почти всегда на каменном мосту Другой придет заранее На первые свидания На троицком стоял Как на босту У фонарей дворцового Встречалась вера с мою Морболь, а тот бежал На биржевой Летел до встречи с Кати У всех была симпатия У каждого был мост любимый свой Весною незабвенной мультия Встречался с Леной И наш маршрут был трогательно прост Купив букет подснежников Влюбленные и нежные Мы шли всегда на поцелуе в мост Стареем неизвестно мы Но следы мы по-прежнему Друг в друга влюблены А в чем секрет А в том признать приходится Что все мосты разводятся От поцелуев извините нет Во многих городах России Имеется Ленинградская улица Пять поселков России Имеют название Ленинградский В Омске, Челябинске, Волгограде Есть ленинградские мосты А ленинградское шоссе, мои дорогие Существует не только в Москве Но еще и в десяти городах России В девяти городах России Есть Ленинградский проспект В городе Омске Ленинградская площадь А в Москве Ленинградский вокзал Название города-героя И подвиг ленинградцев Знают и помнят во всем мире Да будет наше сумрачное братство От рады мира лучшие навек Чтоб даже в будущем По ленинградцам Равнялся самый смелый человек Да будет сердце счастьем Озаряться у каждого Кому проговорят Ты любишь так Как любят ленинградцы Да будет мерой чести Ленинград Город над больной небой Город нашей славы трудовой Слушай, Ленинград Я тебе спою За душевную песню свою Здесь проводила друзья ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ АНТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В программе принимали участие детский хор, телевидение и радио Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Ансамбль солистов Государственного Академического Русского Оркестра имени Андреева АПЛОДИСМЕНТЫ Глауреат международных конкурсов Светлана Мудрецова АПЛОДИСМЕНТЫ Глауреат международных конкурсов Солистка театра Зазиркалья Ольга Васильева АПЛОДИСМЕНТЫ Глауреат международных конкурсов Солист Петербург-концерта Сергей Зыков АПЛОДИСМЕНТЫ Актриса Петербург-концерта Анна Фомичева АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Режиссер программы Галина Ефимова Давайте попросим Галину Александровну на сцену АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удительную душевную женщину Галина Александровна, более того, у нас является главным архитектором, главным конструктором и художником всех крупнейших массовых мероприятий за последние многие годы. Она лауреат Ленинской премии. Давайте дружно аплодируем и поблагодарим ее. Вот сегодня, напутствуя на очень ответственную выборную кампанию Харитонова Николая Михайловича, потому что он выражает интересы широких народно-патриотических сил, я должен сказать, что без приезда в Ленинград, без этого душевного и талантливого концерта, без великой памяти этих чудных песен и чувств мы не можем двигаться вперед. Сегодня могу вам признаться, что большую политику меня как человека-ученого был Савил Ленинград. Когда я был первым секретарем Орловского, горкома комсомола, я узнал, что Берлин штурмовали, 7 из 10 были комсомольцы и пионеры. И решил против родного университета установить прекрасный памятник героям комсомольцев. Но мне сказали, это могут сделать только ленинградцы. И на момент скульптура приезжал вместе с Бурхановым, одним из величайших скульпторов. Мы отлили этот чудный памятник, он украшает мой родной Орел. Когда решили с моим учителем Ивановым, он один из лучших специалистов в области городостроительства, мне сказали, 10 атомных городов проектировали ленинградцы. Я был во всех, и здесь вместе с учеными Ленинграда мы спроектировали город, который по вашим планам и канонам строится уже 40 лет. Наш Клычков губернатор недавно закончил. Ленинградцы предложили повернуть город к рекам. Что такое державное течение, вы знаете. И мы Орел впервые развернули, создав 7 парков, последний парк Победы, закончили 2 года назад. Это единственный город в мире, который можно пройти через весь насквозь, не переходя ни одну проезжую дорогу. Он получил для этого очень большую награду. Орловская непрерывка стала предметом зависти и следа. Когда нам надо было спасать душу, мы впервые, даже в лихие 90-е, здесь в Смольном, провели первую встречу в городу героев. И тогда на той сцене, в том зале, где Ленин прогласил советскую власть, первые спели те песни, которые украшают нашу победную историю. Именно здесь, в Ленинград, мы пригласили 132 делегации со всех концов света, которые приехали отметить 100-летие Великого Октября. И там, где Ленин прогласил свои апрельские тензисы, провели эту встречу. Все до единой, слушайтесь, поддержали нас и по Крыму, и Севастополе, и по Донбассу. А мы туда отправили 120 конвоев и 16 тысяч детей, которые восстановили свою душу, приняли в Москве. И они с удовольствием знакомятся вот с тем великим искусством, которое вы несете в массы. Я считаю, что наша команда, по главе с Николаем Михайловичем Харитоновым и Юрием Вячеславовичем Афониным, он у нас возглавляет штабную группу, сегодня не только получил огромный заряд, но и желание, и дальше следовать дорогой Ленина, дорогой Октября, дорогой наших побед. Хотел бы попросить Николая Михайловича Харитонова еще раз вдохновить нас в поход во имя добра, справедливости и друга. Дорогие, уважаемые организаторы, спасибо. Я сибиряк, новосибирец, Москва, Ленинград, Новосибирск, три города-миллионники и за много миллионов. Поэтому вот с чувством такого особого, ну, освободители, защитники, сами ленинградцы, город Ленинград, в сознание мирового сообщества вошел и вошли в бессмертие, это однозначно. И вот мы сидели с Геннадием Андреевичем Юрием Вячеславовичем, слушали песни, я про себя думаю, но почему так почти нет, почти редко, а, наверное, почти никогда на федеральных каналах не звучат подобные. Но это же, это надо, будут звучать, и надо, чтобы звучали, потому что дерево сильно корнями. А если мы не будем помнить то, что было, происходило, я однажды вот сказал, в начале 90-х годов приходилось бывать в Соединенных Штатах Америки по депутатской деятельности, корреспонденты всегда добытывались, ну, что такое русский дух. Я говорю, вам никогда этого не понять, даже если я сейчас скажу, вы все равно не поймете, сколько лет вашему государству со дня образования? Ну, 250-300. Мы тысячелетняя Русь, 700 лет в боях, в походах. Вот я вам сейчас скажу, вы все равно не поймете. Я говорю, русский дух – это тогда, когда мертвый может встать. Мы часто бываем в такой ситуации, встаем, поднимаемся, страна и народ, и всегда побеждаем. Поэтому я желаю всем ленинской идеей и убежденности, чтобы достичь победы на всех фронтах. Спасибо за великолепный вечер. Спасибо. 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 Спасибо.